Пентковский Алексей Мстиславович Доктор восточных церковных наук, профессор Московской Духовной Академии Одним из деяний Патриарха Московского Гермогена по консолидации Русской Церкви была организация большой издательской программы по печатанию богослужебных книг направленной на унификацию богослужения в Русской Церкви В сложных условиях польской угрозы была завершена работа над подготовкой и была издана триозь постная в 1607 году было подготовлено новое издание миней общей, напечатанной в 1609 году Кроме того, началась подготовка к изданию комплекта богослужебных миней которые ранее никогда не издавались в Москве была издана миней за сентябрь в 1607 году за октябрь в 1609 году и за ноябрь в сентябре 1610 года Издание декабрьской миней завершено не было были напечатаны только первые 20 дней в 1610 году и одновременно с подготовкой к изданию миней с января 1607 года готовилось первое в Русской Церкви издание богослужебного устава который был напечатан в апреле 1610 года поздней осенью 1610 года издательская программа патриарха Гермогена не прерывавшаяся даже в условиях военных действий в условиях нахождения самозванца в Тушинском лагере была остановлена окончательно и так и не была возобновлена о чем свидетельствует неоконченное издание декабрьской миней причины этой остановки, этого прекращения вполне понятны с начала августа польские войска находились на ближайших поступах к столице а в конце сентября, начале октября они вошли уже в город вскоре был лишен свободы патриарх Гермоген а в марте 1611 года в Большом Московском пожаре сгорел печатный двор избрание на царство молодого Михаила Федоровича Романова свидетельствовало о начале нового этапа утверждения российского централизованного государства свидетельствовало о выходе Московской России из глубокого экономического и социально-политического кризиса с начала 1616 года в Москве началась активная подготовка к завершению проекта патриарха Гермогена по изданию комплекта богослужебных книг уже в 1618 году были изданы акто, их мине и общее, часослов и судя по всему служебнику, в которой отсутствует дата выхода известны имена печатников этих изданий тогда как сведений о справщиках и редакторах не имеется весьма вероятно, что это могли быть те же самые лица которые принимали участие в подготовке богослужебных книг к печати в предшествующий период то есть при патриархе Гермогене в том числе и кто-либо из троицких монахов каким образом проходила подготовка текстов к изданию примером подготовки текста к изданию с участием лаврских монахов является известная история с потребником который, судя по всему, должен был входить в издаваемый комплект через троицкого келлари Авраамия Палецина в октябре 1615 года опять все то же самое время, как раз начало подготовки в Москву для подготовки потребника к изданию был вызван троицкий канонарх Арсений Глухой троицкий книгохранитель Антоний и, возможно, священник Ивана Насетка из села Клеменция вероятно, таким же образом в Москву вызывался ранее троицкий главщик Лонген для подготовки издания типикона то есть это был царский указ лиц государева слова однако история с потребником получила необычное развитие осторожный троицкий старец Арсений отказывался от сложного предприятия но тут в дело вмешался амбициозный священник Иван Насеткин увидевший возможность получить работу со стабильным государственным финансированием и по предложению Ивана Насеткина проект по подготовке потребника царским указом, опять же, был передан из печатного двора в лавру ответственным за его исполнение был назначен архимандрит Дионисий то есть это никак не говорит о том, что все остальные издания готовились в лавру в данном случае речь идет только о потребнике, который готовился в лавру передача подготовки изданий в монастырь, возможно, имела некоторые прецеденты в самом монастыре имелся опыт проведения справа богослужебных книг вероятно, именно здесь еще при Патриархии Гермогени проводилась подготовка первого издания типикона под руководством троицкого регента Лонгина здесь же в 516-516 годах старец Арсений Глухой изготовил два канонника при составлении которых производилась не только сверка текстов по аналогичным спискам но и правка службы канонов, но это они так и остались в рукописи, в общем не предназначались для печати в свою очередь молодой царь постоянно выказывал свое расположение к обители преподобного Сергия в рассматриваемый период, о чем свидетельствует постоянное удовлетворение различных ходатайств троицких властей в это время было пожалование троицкой обители городка Радони же со всякими годами в данном случае едва ли это следует рассматривать как в связи с изданием потребника но скорее всего это указывает, ну это несомненно указывает на усиление влияния троиц Сергиевой Лавры и повышение значимости троицкого архимандрита контроль за подготовкой потребника к изданию осуществлялся через приказ Большого дворца то есть это был государственный проект еще одно подтверждение непосредственным куратором этого издательского проекта был боярин Борис Михайлович Салтыков, которому старец Арсений и священник Иван Носеткин обращались по прибытию в Москву осенью 615 года который готовил решение о передаче издательского проекта в троиц Сергиеву Лавру которому должны были доложить о готовности издания и которому в начале 619 года Арсений Глухой обращался за защитой следует отметить, что куратор издания был связан родственными связями с благочестивой и великой старицей Марфой Ивановной, родительницей государя Михаила Федоровича царское поручение по подготовке потребника должно было привести к напряженности в отношениях между архимандритом Дионисием и московскими священнослужителями которые принимали участие в издательской деятельности проект уходил из Москвы также это поручение должно было усилить уже существовавшую напряженность в отношениях между архимандритом Дионисием и группой лаврских монахов во главе с головщиком Лонгеном который еще до прихода Дионисием в монастырь был связан опять же с изданием богослужебных текстов более того, независимая подготовка текстов потребника существенно затрагивала интересы других участников издательской деятельности так как готовящийся текст во многих случаях отличался от недавно изданных в московских типографиях при подготовке текста потребника не только производились лексические замены и исправлялась пунктуацией, но и обращалось внимание на содержание текста редакторы исправляли смысловые ошибки и даже удаляли из текстов некоторые ошибочные по их мнению чтения была проделана систематическая правка заключительных словословий в молитвах в молитве на освящение воды были удалены слова и огнем в вопрошение «Сам и ныне владыка, освети воду духом твоим святым и огнем» вот это добавление было удалено кроме того, троицкие исправщики выявили ошибки в других недавно изданных в Москве богослужебных книгах в Цветной Триоде, в Актоихе, в Общий Минеев, в Декабрьском Минееве, в Салтыре, в Канонике и даже в Типиконе 1610 года поэтому, когда в мае 1618 года архимандрит Дионисий передал подготовленный под его руководством текст потребника митрополиту Ионе для рассмотрения тот, уже будучи хорошо подготовлен недоброжелателями архимандрита Дионисия, принял решение о соборном обсуждении этого текста собор начал свою работу 18 июля, когда польские войска королевича Владислава уже двигались в сторону Москвы основными обвинителями на соборе выступали троицкие монахи это был троицкий головщик Лонгин, троицкий уставщик Филарет, троицкий ризничий Маркел которые утверждали, что троицкий архимандрит во многих книгах выскребал и вырезал и писал в том месте по своему произволу цель обвинителей состояла не в устранении ошибок, возможно допущенных при подготовке издания а в представлении еретиками, книжных справщиков и соответственно руководившего имя троицкого архимандрита причем различным малозначимым словам придавалось догматическое значение по крайней мере мнение о ничтожности обвинения было высказывалось в русской церковной науке еще в середине 19 века после долгих споров преподобный Дионисий и старец Арсений были осуждены за то, что имя святые троицы в книгах велели марать и духа святого не исповедует, як огонь есть о чем должно было свидетельствовать исправление имя конечных словословий в молитвах и изъятие слова из огню в молитве на великом освящении воды но дело, судя по всему, было совсем не в ошибках, допущенных предлагаемым для обсуждения тексте потребника и даже в несогласии этого текста с текстом готовящегося или уже изданного служебника работа над которым началась в 1616 году, то есть одновременно с потребником в псевдодогматическом споре участники собора во многом на основе личной неприязни решали судьбу архимандрита крупнейшего и наиболее почитаемого монастыря русской православной церкви подлинная мотивация имела природу небогословскую, так как по сути дела речь шла об управлении лаврой так как под предлогом еретичества архимандрит Дионисий отстранялся не только от редакционно-издательской деятельности но прежде всего отстранялся от управления лаврой об этом могли быть заинтересованы не столько прямые обвинители, не отягощенные глубокими богословскими познаниями сколько те, кто стремился получить доступ к управлению лаврой и к монастырским финансам а также те, кто был уязвлен растущей известностью и влиянием троицкого архимандрита по результатам собора троицкого архимандрита осудили и удалили из монастыря скорбное положение архимандрита Дионисия изменилось только весной 1619 года в результате вмешательства оказавшегося в Москве русалимского патриарха Феофана и уже в июне 1619 года архимандрит Дионисий вместе с митрополитом Ионы почтительно встречали митрополита Филарета на подъезде к Москве сразу же после патриархской интернизации патриарх Филарет приступил к пересмотру дела архимандрита Дионисия в начале августа 1619 года на соборе в Москве архимандрит Дионисий и его помощники были полностью оправданы включение патриарха Филарета Никитича в активную деятельность привело и к изменению ситуации при дворе где были существенно ослаблены позиции государин благоверной великой старицы Марфы Ивановны так как кроме дела архимандрита Дионисия сразу же всплыла история с царской невестой Марии Хлоповой которая при участии бояр Салтыкова была удалена от двора в связи с этой историей в опалу попал Борис Михайлович Салтыков который осуществлял контроль за изданием потребника в опалу попали и другие участники дела архимандрита Дионисия кадровые изменения произошли в 1620 году не только в управлении Лаврой изменения в концепции издания богослужебных мини изменения формата мини от четверки к полу листовому показывают что серьезные изменения произошли и на московском печатном дворе причиной этому была не только реконструкция печатного двора в 1620 году которая стала одним из первых проектов патриарха Филарета в мае 1620 года была сменена группа справщиков-редакторов в состав новой группы вошел троицкий старец Антоний который принимал ранее участие в подготовке потребника а руководителем этой группы с 1625 года стал другой редактор потребника троицкий старец Арсений Глухой новая группа не стала перезапускать или не стала продолжать проект переиздания мини и поэтому были изданы декабрьские и ноябрьские тома подготовлены ранее в том виде в котором они были изданы новая же мини январская подготовка которая началась в декабре 1620 года была издана в новом формате и по новым принципам это было издание полулистовое отличительной особенностью новых мини подготовленных на печатном дворе после 1620 года стало включение в их состав богослужебных последований русского происхождения то есть праздничных служб русским святым всего в миниях с января по август было напечатано около 60 русских служб мини же за сентябрь декабрь которые следовали прежней концепции издания содержали в соответствующих случаях только ссылку на книгу новых чудотворцев которая в рукописном варианте появилась после стоглавого собора издание которое судя по всему должно было дополнять издание мини похоже что троицкие справщики наученные работой над потребником и знавшие состояние текста богослужебных мини понимали что работа над мини будет длительной а службы новым чудотворцам нужны сразу и поэтому было принято принципиальное решение о внесении русских служб в месячные мини и соответственно о прекращении работы над книгой новых чудотворцев все напечатанные русские службы были праздничными либо полиэлейными либо бденными это приводило естественно к изменениям богослужебной практики по факту праздничные русские службы заменяли рядовые службы вселенским святым которые в этих случаях должны были переноситься либо на повечерие либо на другой день то есть уже в печатный текст был заложен принцип предпочтения местных праздников перед вселенским еще одной принципиальной особенностью новых мини было использование при подготовке текста не только славянских рукописи но и греческих текста так сохранившемся в августом августовском томе имеется 34 ссылки на неустановленный греческий источник которым могло быть печатное венецианское издание кроме миней в москве исправлялись и другие богослужебные книги о чем свидетельствует изменение в составе мини и общей праздничной 1625 года по отношению к изданию 618 года корректурный экземпляр для первого издания следованы псалтыри 1625 года работа над потребником была учтена справщиками при издании требников в издании 623 24 25 годов завершилась издание комплекса богослужебных книг изданием нового типикона в 1633 году который существенно отличался от издания подготовленного троицким архимандритом лонгин и в этом же году скончались и троицкий архимандрит дионисий и поддерживавший его патриарх филарет никитич издание и распространение новых богослужебных книг при патриархе филарете сопровождалась корректировкой имевшегося набора богослужебных книг так как 1628 году было принято решение об ограничении использования и последующем изъятие литовских книг то есть богослужебных книг изданных западных типографиях в 1633 году после издания типикона было принято решение об изъятии уничтожения предшествующего издания то есть типикона 1610 года кроме того при патриархе филарете происходила кодификации кафедрального богослужения 621 22 годах было составлено сказание действенных чинов святые соборные апостолские великие церкви успения престои владычицы нашей богородицы преснаде у марии который зафиксировал особенности богослужебной практики обряда кафедрально-успенского собора впоследствии этот текст был использован в качестве образца при составлении чиновников для других соборов московской руси в 1630 году в москве было издан чин печного действия один из характерных компонентов кафедрального богослужения а через несколько лет около 1633 года был составлен указ о звоне и отчину в пост великих пятидесятницу до недели всех святых опять же связан с кафедральным богослужением активное участие в составлении этих текстов которые аргументировали кафедральное богослужение принимал участник еще один участник редактирования потребника священник иван насетка который стал к тому временем при патриархе филарете ключерем московского успенского собора сопоставление унификации литургической традиции русской православной церкви при патриархе филарете никитичи с предшествующими литургическими реформами 13 14 веков речь идет о кодификации литургической традиции византии при патриархе филофеи кокине в палеологовский период формирования литургической традиции сербской церкви при святителе Савве Серовском, формировании литургической традиции Болгарской Церкви при Патриархии Ефиме Тырновским. Это сопоставление позволяет указать много общих элементов. Тем не менее, подход Патриарха Филарета и его справщиков имел характерную особенность, которая отличала его от подхода предшествующих справщиков и на который обратил внимание в своем исследовании об исправлении книг при Патриархе Филарете магистр Казанской Духовной Академии священник Василий Огнев, и которая, эта особенность, оказала существенное влияние на дальнейшее развитие событий, связанных с книгопечатанием и далее с расколом. Справщики, справщиками, богослужебные книги были признаны книгами богодухновенными. Собственно говоря, это маленькое уточнение, сделанное священником Василием Огневым, оно многое проясняет последующие истории. Кроме того, средством распространения полученных результатов справа был печатный станок. В отличие от медленного распространения изменений в предшествующий рукописный период, распространение новых богослужебных, тысячные тиражи печатных богослужебных книг ускоряли процесс их распространения и позволяли существенно влиять на стабилизацию литургической традиции. Таким образом, одним из деяний патриарха Филарета Никитича Романова была унификация и стабилизация богослужения русской церкви через создание и распространение стандартного комплекта печатных богослужебных книг. К этому деянию едва ли применим традиционный термин «книжное справа», так как, во-первых, справа предполагает редактирование уже существовавшего или существующего комплекса богослужебных книг, а такового в русской церкви до патриарха Филарета Никитича не было, имеется в виду печатного комплекса. И, во-вторых, задачи и масштабы, рассматривая деяния патриарха Филарета, существенно превосходили масштабы традиционно понимаемой книжной справы. Более того, деятельность патриарха Филарета Никитича Романова по унификации и стабилизации богослужения русской церкви имела не только церковную, но и государственную составляющую. Направленная на укрепление русской церкви, эта деятельность была направлена на преодоление последствий смутного времени и, соответственно, на укрепление русской государственности, символом которой в то время был избранный в 1613 году молодой царь Михаил Федорович Романов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова